А нет, вот дальше она пошла. Дерево, которое все вот уже пошло, потому что изначально было сырое. Ну, смотрите, как все просходилось. Панели декоративные по дереву. Ну, что-то так себе. Троят из, как говорится, говна и палок. Их можно назвать просто бомжами. Вот тебе и теплый фундамент. Эх, запах свежего цемента. Обварили так себе, очень так себе. На капельку. Ровненько все сделано. А вот это что такое? Дом по финской технологии. Слушайте. Прям на траву все высыпали. Дренажка под углом стоит. А волной пошло, почему? Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы сейчас с вами находимся в Разметелево. Я специально сюда приехал, чтобы посмотреть дома, которые строятся якобы по финским технологиям. Из современных трехслойных плит. Из железобетона. Давайте вместе сейчас с вами пройдем. И все внимательно посмотрим. Так ли, как говорит об этом своей рекламе частный застройщик. Вот он въезд. Огромное количество рекламы. Что-то я здесь нигде не вижу этот финпанель. Но зато я вижу их дома. Вот этот дом просто коробка с фундаментом. Стоит от 5 миллионов 600 тысяч рублей. Хочется найти здесь, увидеть их офис. Здесь, кстати, видим дом из газоблока. Вроде ничего так даже. Так, что мы здесь видим? Мы здесь видим фундамент плита на гравийной отсыпке. Мы видим септик. Дренаж сделан. Сейчас посмотрим, где можно пройти, посмотреть. Вот, соответственно, эти современные плиты. Смонтировали. Зачеканили стыки. Окрасили. И дом практически готов. А почему я сюда пришел посмотреть? Потому что мне самому нравится эта технология. Это достаточно быстро. И все-таки каменный дом. Это каменный дом. Так, ну что, где там? Можно посмотреть. О, здесь газ есть. Большой плюс. А вот, вот он, финдом. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Интересные проекты. Ага. Так, это у нас дом. Планировка. Гравий нормально насыпали. Бетонная плита. Тут фундамент бетонный. Да, обычный бетон. Внутри у нас утеплитель базальтовый. Минимальные стыки. Вот эти панели под дерево. А, это они просто сверху прикрепили. Пластик обычный. Я изначально издалека подумал, что это в бетон. Потому что в бетон для этого очень дорого. Вот такие плиты. Банава, к примеру, такие делает. Закрыто. Нифига не видно, что там. И вот здесь видите, как они сделали. Он уже все волной пошло. А волной пошло почему? Потому что на солнце нагрелось. И возможно, когда они пилили, не сделали зазор хотя бы миллиметр. Материал расширился. И вот он пошел волной. Ну или само такое качество. Дренажка под углом стоит. Ну, что-то как-то так. Ну, вот это такое ощущение, что конструкцию вообще временную поставили. Очень хочется пройти посмотреть, что-то внутри у них, друзья. Индивидуальный жилой дом Эстери. Панорамные окна. Ничего себе. Отсыпочку участка сделали. Ну, как отсыпочку. Прямо на траву все высыпали. Когда-то здесь все и прорастет. Так. Здесь можно увидеть плита. Гидроизоляция. Отсыпка щебня. О, нет для продажи. Большое количество ламината. Что-то такие дыры оставили специально, чтобы было видно. Панели декоративные по дереву. Ну, что-то так себе. Сама гидроизоляция. Ага, фундамент под крыльцо. Так, как это все выглядит. Так, у нас гостиная с кухней вместе. 36 метров. Большое количество окон. Тут у нас, соответственно, раз комната, два комната, три комнаты. Нормально. От 4,3 миллионов рублей. Так, терраса, крыльцо, спальня ванна. Вот сами эти, соответственно, плиты, перекрытия. Тоже современные плиты. Но здесь единственное, что они по финской технологии. Эти плиты, как я видел в их видео, сваривают друг с другом. Чего финны не используют. О, как утеплитель-то торчит, смотрите. Ну, чё, дома на продажу нормально. Так и должно быть. Ну, отливы сделаны, кстати, аккуратненько. Саморезы белые очень красиво смотрятся. Как раз они, видите, друзья, в цвет как раз. Вот в этом. Практически черный. Подсветочка. Тут вентиляция, похоже, дополнительная. Так, есть газ. Это большой плюс. Смотрите. Слушайте. То есть вот эта лента вылита прямо на грунту. То есть не вида никакого заглубления. Ну, и сами понимаете, если бы это был хороший фундамент, а была бы вот такая вибрация, её бы не было бы. Её не должно быть. Подзвонок. Закрыто. Дверь, кстати, такая. Никакая, я бы сказал. Ну, этот швеллер установили. Не знаю, это труба, похоже, да, металлическая. Но всё же в ржавчине. Хотя, по идее, сюда влага не попадает. Так. Вот он дом. Это септик. Чё-то маловато, мне кажется. Вот он, соответственно, ещё один такой же дом. Слушайте, ну, сам по себе проект достаточно классный. Панели пришли, собрали. У тебя внутри там всё отшпаклевать. Давайте попробуем пройдём в офис и посмотрим. Вот эти домики тоже красиво смотрятся. Дом по финской технологии. Они говорят, что из этих панелей строят Юит и Банава. Из похожих панелей я согласен. Но если Юит применяет сварку, то Банава её не применяет. И финны её не применяют. Почему? А потому что сварка – это металл. А металл, как мы знаем, с вами подвержен коррозии. Особенно после нашей сварки. Мы с вами видим, друзья, дома, которые ещё не окрасили. И вот так смотрятся изначально эти просто бетонные коробки, пока их не покрасят. В канал просто такую трубу бросили, сверху накидали землю. Но, кстати, фундамент, смотрю, так достаточно высоко стоит, на подсыпке прямо. Надеюсь, они её там хорошо утрамбовали, чтобы это никуда не поехало. Ну, конечно, то, что утеплитель вот так торчит, мне это лично не нравится. Потому что он теряет свои, естественно, свойства. Когда он вот так открыт, и на него попадают различные осадки. О, а вот здесь нормально. Здесь можно посмотреть стык плит. Очень здорово, что просто одинаковое расстояние. Вот он, утеплитель. Потом сюда ставится велотерманский шнур, такой же жгут. Белый. И зачеканивается мастикой. В дом хочется пройти. Закрыто. Посмотреть. Дренажная канализация. Это, наверное, под воду выводы. Собственно, прикольно, на самом деле, то, что быстро монтируются, что плиты заводского качества. Я считаю, что это, конечно, большой плюс для собственного дома. Я, например, себе вот такой вариант как раз рассматриваю. Ну, не именно эта модель, а то, что придут и из панелей тебе все смонтируют. Очень много домиков. Небольшие, я понимаю, по площади участки. Здесь мы видим тоже лента. Вот прям наверху. Видите, на гидроизоляции. То есть она не заглублена, просто сверху положили и все. Высокие потолки здесь, наверное, 3 метра, а даже, может быть, и больше. Но понятно, да, что все равно здесь, надеюсь, мы посмотрим внутри, там работы еще много, кроме того, как отшпаклевать стены, нужно сделать теплый пол, вентиляцию и так далее. Но, конечно, газ – это огромный плюс. Это, друзья, разметелево. Можете посмотреть в гуглах или в Яндекс.Картах. Это очень-очень близко к городу. Конечно, плюсы первое – это электричество. И второе, большой плюс – это газ. На город смотришь вот на это, думаешь, господи, срочно. Ты его не продашь, потому что рядом вот такие дома есть. Вот такие красавцы. А вот это что такое? О, суперфундамент у кого-то. То есть это не вот эти дома фундамента, а вот кто-то себе сделал трендец полный. Так, вот у нас, я вижу, здесь дом открыт. Крыльцо, уже все в ржавчине. Что, попытаем счастье? Тут все аналогично. Здравствуйте. Есть кто живой? Зайду, посмотрю, вы не против? Здравствуйте. Зайду, посмотрю, вы не против? Что здесь кала-то? Входная дверь, белая панель. Не-не, а я хочу в черновой посмотреть. Перегородки-то потом там понятно, красиво. Так, здесь у нас еще стяжки нет. Вот они, все заводские панели. О, бау, хаос. Три с чем-то тонны весит. Представляете, вот тут только, скажем, перемычка. Ровненько все сделано. Это не как в советских домах, где там плиты на разном расстоянии. Шов где-то такой, где-то такой. Окна века смонтированы на пластины. Это плюс. Почему плюс? Потому что, когда монтируют через саму соответственно коробку, то нарушают целостность всей структуры. А для этого есть вот, как здесь правильно смонтировано на плиты. Ну и тем более, ой, на панели. Тем более, понимаете, да, что в бетон это держится. Ух, как крепко. Но с окнами, конечно, хотелось, чтобы зазор пены был меньше. Потому что у нас, если не ошибаюсь, по нормативу это до двух с половиной сантиметров. Но тут видно, что там три и более. Кухня-гостиная. Здесь, конечно, понятно, большое количество стройматериала. Здесь мы видим еще одна дверь. При этом, я не знаю, можно было бы делать чуть шире. Но это, наверное, стандартная дверь, мне так кажется. Такая вроде ничего. Да, здесь большое количество света. Видим с вами зачеканенные закладные. Вот здесь они были. Там металл. Но если как здесь хорошо зачеканено, то, соответственно, доступ воздуха не будет и ржавчина не будет идти. Потому что ржавчина идет, когда есть доступ воздуха. Аналогично окна века. Большое количество остекления. Вот они, пластины. Причем странно. Вот эта пластина нестандартная. Вот она, стандартная пластина крепления. Что-то, наверное, пошло не так. Интересные, конечно, моменты, это углы. Вот здесь мы видим зачеканина. Здесь торчит арматура почему-то. Внутри плиты мы видим, вот он. Базальтовый утеплитель. Плита качественная, хорошая, ровная. Здесь гидроизоляция. То есть к плитам вопроса нет. Фундамент не супер ровный. То есть вот здесь видно, что здесь такой бугорочек. Но это все мелочи. Это все стяжка выравнивается. Вон, видите, ригель идет. Для усиления несущей конструкции, чтобы плиты на чем-то держались. Здесь все просверлено аккуратно. Вот такая есть лесенка. Сейчас мы по ней с вами, друзья, аккуратно поднимемся наверх. И посмотрим. Второй этаж. Слушайте, а что я забыл? У меня же есть волшебная электронная рулетка. Три метра. Круто. Ну, соответственно, 2,90 у вас должно быть. Аналогично плиты. По идее, они должны быть тоже приварены. А, вот-вот-вот, видите, между собой сварены. Молодцы. Вот они. Отверстие просверлено для канализации. Слушайте, здорово. Во-первых, такие дома теплые, такие дома прохладные. За счет того, что вот здесь внутри идет базальтовый утеплитель. Вот мы с вами видим открытые. Это как раз закладные. Здесь она. Есть уже шахты под, соответственно, всю электрику. Здесь также видны закладные. Вот она арматура. У финнов как происходит? Вот эта арматура, здесь есть выпуск из стены обычно. У финнов. И она вот здесь завязывается. Соответственно, за счет этого держится. Здесь же все держится, повторюсь, на сварке. Вот здесь что-то пошло не так. Такая трещина солидная, что не есть хорошо. Раскрытие здесь, наверное, до сантиметра. Вот эта трещина немножечко приблизил, друзья. Вот смотрите, обратите внимание. Не очень приятно такое видеть. Как вам? Ну, здесь, соответственно, тоже, видите, большое количество окон. По идее, вот так, наверное, разделяем. У нас получается раз комната, два комната. Слушайте, а здесь на самом деле можно раз комнату сделать, два комнату, и вот это еще одна будет. Три комнаты наверху. Плюс у нас вот здесь, соответственно, санузел и еще один. Четыре комнаты. Слушайте, круто. Вот видите, сами плиты. Плиты вообще классные. Ровненькие, красивые, в общем, молодцы. Очень здорово. Тут у нас окно открывается. Дерево, которое все вот уже пошло, потому что изначально было сырое. Ну, смотри, как все просходилось. О, смотрите. А, это из газоблока, блин. Монтаж было бы интересно посмотреть. Тут тоже здесь какие-то мощные стоят. стоят, как куски прям металла. Потому что вот она, коробка сама. Вот, соответственно, под подоконник. Пена немножечко поджала. Вот видим мы здесь с вами выход арматуры. Она вот видите так приварена. Вот так. На капельку к плите. Да, если бы я покупал бы, я бы контролировал бы. Или нанял бы технадзор. А, это у нас ливневка. Все, я понял. С кровля. И, кстати, так как здесь кровля прямая, здесь, кстати, наверху можно сделать террасу. Вот я бы хотел бы вот такой дом, но с террасы наверх. То есть надо заранее говорить о том, что мне нужен где-то выход. А рассчитывать это все, чтобы не рассчитали. И, соответственно, если бы был выход вот на эту кровлю, прямо наверх, поставили стеклянное ограждение. Там можно мангальную зону сделать себе. В общем, хорошенько сэкономить место. А, это просто нарисовали, понятно. Ну, что-то вот тут такая поверхностная трещинка. Ну, это допустимо. Тут видно, что это поверхностная, неглубокая. А нет, вот дальше она пошла. Слушайте. Надо смотреть с профессионалом. Брать профессионала с спецоборудованием и внимательно все смотреть. Так, ладно. Вот видите, придется как спускаться. Полезу аккуратно, чтобы не бахнуться вниз. Тут лететь 3 метра. Дорога здесь обычная. Грунтовка. Ну, она поднята. Есть, соответственно, канавы. Как мы видим с вами электричество. Здесь сухо. Хотя вчера шли дожди полтора дня. И участки, кстати, тоже сухие. Что лично для меня большой плюс. Это что-то напоминает. Либо это маленький дом, но, скорее всего, с таким въездом. Это гараж. Вот мы видим уже зачеканино. Зачеканино круто, ровно. Нигде не видно, чтобы были стыки плохо зачеканины. Где-то там забыли, к примеру, пройти. Но странно, что такое расстояние. Совсем небольшое. Гидроизоляция. Здесь гидроизоляция. Вот здесь, кстати, лучше зачеканино, чем мы там с вами видели. Вот, видите, кольцо еще оставили. Здесь была такая распорка. То есть они выставляют ее под угол. По 90 градусов, чтобы она была ровно вертикально. Гидроизоляция тоже все стоит. Слушайте, коммерцию, что ли, какую-то строят такое ощущение. А, вот они. О, слушайте, а нормально они тут сделали. Обварили, я вам скажу. Любой, кстати, сварщик скажет, что обварили так себе. Очень так себе. Обратите внимание, как хорошо проварена закладная. Окрашена специальной краской, чтобы не ржавела. И потом это все зачеканят. И все. То есть такое ощущение, что это делали студенты. Я помню на сройке, когда работал, я это варил намного лучше, качественнее. Шов должен быть ровный и красивый. А здесь он такой, знаете, кусочками. Но зато хорошо закрыли все краской. Но потом зачеканят. Ну, должно быть нормально. Тоже большая высота потолка. Выключатели. Розеточные группы. Вот здесь видим зачеканина. Тут закладная была. Поэтому, ну, это потом закроет. Ничего страшного. Здесь обратите внимание, что вот так базальтовым утеплителем закрыли. Здесь розеточная группа. Вот эти трубы. Только я не вижу поводков, чтобы кабель вытягивать. Ну, надеюсь, он так нормально пройдет сам. А, вот здесь вот есть. Вот он, видно. Видите, заподлицо практически. Ну, видите, здесь даже вода есть после дождя. Вода и бетон, они дружат. Страшно. Ничего нет. Наоборот, это хорошо. О! О, смотрите. Вон, видите, как происходит так. Красота какая. Хорошо, что у меня обувь не промокает. Вот смонтировали две плиты. Ну, здесь тоже, слушайте, держаться это все будет. Но, блин, шов такой убогий. Реально убогий. Но зато хотя бы между плитами одинаковое расстояние. Ну, вот здесь что-то как-то с чеканкой-то не очень. Поэтому всегда нужно на всех этапах смотреть. Либо самому, либо нанимать технадзор, независимый лично свой, который все это будет проверять. Похоже, ванная комната, наверное. Ну, вот как-то, да, обваривают они так себе. Шов реально так себе. Но то, что сами они строят, сами их проекты, достаточно классные. Мне понравилось. Но со швом нужно работать. Либо это, скорее всего, делает непрофессионал. Потому что профессионал бы сделал бы все намного лучше. Слушайте, похоже, да, какая-то коммерция у них здесь. Потому что для частного дома расстояние, наверное, к гаражу какое-то маловатое. Вон, видите, специальные выемки. Ну, что-то шов какой-то широкий достаточно. Понятно, здесь станет отлив. Но, видите, здесь они, кстати, молодцы. Он там хорошо заклеили гидроизоляцией. Ну, вот это, да, похоже на такой большой гараж. Может быть, для себя строят. А может, для кого-то. Но, вовсе вовремя ощущение, что это будет коммерция. Либо здесь будет, да, сдавать, не знаю, посуточно номера. А здорово, что вот они здесь строят. У них здесь видно большое количество земли и домовладения. И здания все в едином архитектурном ансамбле. Это, конечно, большой плюс. Большой плюс для меня, что огромные просто окна, большое количество света, очень много оконных проемов. Они большие по площади. Также плюсом считаю, что это все-таки из бетона изделие. Потому что такой дом, у него срок службы на порядок выше. Потому что, когда тебе строят на месте каркасный дом, могут накосячить и достаточно хорошо. А ты через какое-то время обнаружишь, что у тебя там где-то что-то, не дай бог, гниет. И дом придется либо демонтировать, либо частично делать ремонт. А это достаточно дорого. Здесь такая классная возвышенность. Обратите внимание, вон все впереди. Все новостройки как на ладони. Большое здесь количество песка. Септик. Я не знаю, хватит его или нет. Если я, наверное, не постоянно жить, то, наверное, да. Если постоянно, наверное, нужно побольше. Перегородочный камень. Вот она, друзья, современная плита перекрытия. Здравствуйте. Перегородки из камня строят. А я бы делал из-за картона, не запаривался бы. Смотрите, как хорошо сделали. Поснимаю здесь немножко, вы не против? Здравствуйте, еще раз. Ну, вот видите, да, сделали перегородки. Потом это все заштукатурят и все. А я бы делал из гипсокартона, потому что не нужно штукатурить. И на этом я смогу как следует сэкономить. Здравствуйте. В уровень все делаете? Молодцы. Ах, запах свежего цемента. А, вот он, вот он этот жгут, друзья. Его как раз им зачеканивают стыки плит и потом зачеканивают все специальной мастикой. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот, друзья, фундамент. Это вот под эти дома, да, фундамент? Ну, вот получается, видите, песчаная осыпка. Там внизу, соответственно, не знаю, есть ли гравий или нет, здесь не видно. Потом они, я понимаю, сверху его посыпали, типа он есть. Сколько у нас там? 20 на 20 примерно. Шаг арматура. И арматура 20, наверное. А фундамент сантиметров 25. Ну, вот видите, все выходы сразу есть. А, это просто крышка. Еще арматуру, кстати, по идее, должны поднять. Сейчас уже довяжете, а потом будете заливать, да, уже? Да, заливать будем, да, завтра. А подставки уже не ставите, да, соответственно, под арматуру? Вот так, края, еще будет. Понятно. Я обратно. Ну, в общем, здесь, соответственно, должны быть подставки, потому что арматура не должна быть вот на полотне... А, на утеплителе, а техно-николь, она должна быть на проставках. Но здесь их просто нет. Ну, потом, соответственно, это поднимать, сами понимаете. Вот тебе и теплый фундамент. Арматура просто на утеплителе в нарушении нормативов. А где-то я у них видел бетонные столбы для забора. Здесь мы видим с вами просто металлический. Ну, забор такой достаточно кривоватенько сделан. Металл все-таки, вот, видно, ведь ржавеет. Что-то у них тут не получилось. Откитные ворота, подсыпка. Вот сверху просто гравий накидали и все. Он просто, друзья, через какое-то время в грунт уйдет. Здесь нужно текстиль было прокладывать. Потом его уже, соответственно. Значит, впереди мы с вами видим септик. Производство Юнилос или Юнилос. Как правильно? Напишите, друзья. Я не знаю, куда поставить ударение. Автономная канализация. Отлично. Пластик. И где же вы, посмотрите, емкость. Ну, такое ощущение, что он там на три куба. А может быть, нет. Ну, в общем, нигде нифига не написано. Жалко. Пообщался со строителем. Слушаю, эти красавцы. Блин, все объяснил, все рассказал. По кубатуре не сказал, но назвал модель. Можно, в принципе, взять, загуглить. Блин, они, так как я помню, факту пришел, блин. Там строители накинули с кулаками. Я вообще просто офигел. Такие жулики, капец, строят из, как говорится, говна и палок. Людей берут огромное количество денег, а в итоге просто там какой-то жескач. Ссылку оставлю, кстати, вот здесь внизу, в описании к этому видео, чтобы вы посмотрели обязательно, где можно покупать, а где, соответственно, нет. И вообще свое мнение сформировали о том, что вы увидите. Вот такой проект дома из панелей стоит от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Слушайте, небольшой дом, если не ошибаюсь, 110 квадратных метров. И какая здесь внутри красота. Вот он с отделочкой. Выпуск под воду. Кирпич. Слушайте, угловые окна смотрятся классно. Навес, я бы, конечно, подшивал бы деревом. И тут у нас имитация отмостка из брусчатки. Подсветка прикольно смотрится. Слушайте, красиво, очень красивенько. Здесь дополнительно можно освещение поставить, наверное, поставить. Здесь тоже нормально сделаны колодцы под дренаж. Здесь, соответственно, дренаж. Что-то прикольно. И зона барбекю. Небольшая территория. Здесь мы видим засыпанное все землей. О, а тут готовят, друзья. Он рабочий. Заборчик от лишних взглядов соседей. Вот такой же, видите, тоже монтаж идет. Знавязки повесили, стены окрасили. Очень уютно. Видите, вот эти панели классно, что их просто окрасил и все. И забыл. Их никак не нужно обслужить. Вообще никак. То есть, если вдруг красочка там подвыцветит, либо где-то обветрится, потом подкрасил и забыл. Вот это, конечно, очень большой плюс бетонных покрытий. Ну и сами понимаете, это бетон. От влаги ему, в принципе, ничего не будет. Тем более, здесь сверху фасадная краска. Здравствуйте. Зайду, посмотрю. Вы не против? Давай. Спасибо. Ну, друзья, аналогичный дом, только здесь еще идут работа. Вау. Слушайте, а красивенько-то сделали, посмотрите. И расширительные баки. И электричество уже провели. Молодцы. Вот я бы, конечно, с такими стенами бы не запаривался. И я бы реально делал бы из гипсокартона. Слушайте, вот это кухня-гостиная. Большое количество места. Ну, видите, как потолок чуть опустишь. Вот эта труба не будет видно. Все поверху. Еще бы я шумоизоляцию поставил бы на всякий случай. Электрика в гофре. Все поверху идет. Вот она угловая комнатка. С угловым окном. Слушайте, небольшая, но здесь кабинет можно организовать. Либо гостевую комнату сделать. Так, поднимаемся аккуратненько наверх. Значит, вот мы только поднялись. Здесь под изоспанным утеплитель. Окно. Свет нам дает. Ванна. Прикольно, кстати, сделано, что она прямо вот в этом углу. Вот она, кинализационная труба, которую мы видели. Вниз она пошла, которая... Так, это у нас, раз, комната. А, это комната с гардеробной. Радиатор отопления поставили. А я бы, кстати, себе делал бы не радиатор отопления, а разводку отопления по полу. Вон, сверху, как красиво это дом смотрится. Обратите внимание. Вон, видите, куда канализация выходит. Еще септик не поставили. Воды сколько. И раз, и два комнаты. Ну, понятно, здесь идет стройка, и где-то нужно закинуть свои вещи. Непонятно, почему здесь именно дверь открывается. Ох, тишина была какая. Потому что здесь никакого балкончика нет. Но зато большое количество света. Отверстие для вентиляции дополнительной. Как тянет сюда, хорошо. Слушайте, хороший проект. Уютный, компактный дом. С нормальным метражом. Потому что вот здесь, друзья, 110 всего лишь квадратных метров. С одной стороны, кто-то скажет, 110 метров, это же так мало. А вы представьте, возьмите стандартную квартиру, где вы видели трешку, там, 110 квадратных метров. Они все меньше. 60, 54, 70 метров. Ну, 90. Этот дом, 110 метров, вот так, друзья. Потому что его нужно обслуживать. Его нужно зимой отапливать. А это, соответственно, наши с вами деньги. Не нужно гнаться за большим метражом. А нужно гнаться за качеством хорошей планировки. И понятной гарантии и договора на строительство. А то, знаете, как бывает. Заказали дом, сроки уже все прошляпили. А тут и никаких санкций по договору нет. И ничего. Поэтому всегда нужно все проверять, смотреть, обращаться к специалисту, кто, соответственно, поможет. Я имею в виду к юристу, который посмотрит договор и даст, сделает все по нему выводы, даст вам полную картину. Слушайте, ну, вот хороший, кстати, проект. Вот этот мне нравится. Компактный, уютный и один из недорогих. А вот, друзья, модульный дом. Это тоже достаточно все быстро. Он приезжает уже готовый под колючь. Вам останется лишь сюда привезти мебель, технику, детей и кошку. Обзоры, как изготавливают и что внутри этих домов у меня есть на канале. Ссылку оставил для вас в описании к этому видео. Но нужно не только смотреть, друзья, на красивые картинки, там, как они все работают и так далее. Нужно всегда смотреть документы. Начнем с реквизитов. Заходим в контакты и видим реквизиты. Вот они. И этот ННН соответствует, если вы скачаете реквизиты застройщика. Я их копирую, захожу на сайт налоговой инспекции, ввожу ННН застройщика и проверяю. Вот есть такая компания. Гостевой дом, Санкт-Петербург. Ждем, соответственно, раскрытия информации и с вами внимательно все посмотрим. А вот мы видим у ГРНН, ННН, все здорово. Есть сведения о том, что они изменяли, корректировали. А вот, видите, их два раза получается. В общем, любая компания, которой нет никакой деятельности, как, к примеру, в гостевом доме, ее, соответственно, исключают из единого государственного регистра юрлиц. Это было два раза. Один раз они отбили. Это бывает как, что пришла проверка, и их, к примеру, не нашла вот по этому адресу. То есть не было никакой информации, ну и, соответственно, их закрыли. Это бог с ним. Они работают, все хорошо, молодцы. Сейчас мы с вами все увидим. Но первое. Уставной капитал 10 тысяч рублей. О чем это говорит? Не дай бог, к примеру, случится форс-мажор, и застройщик не сможет достроить. По различным причинам. Просто не достроил, там еще что-то случилось. Вы подаете на застройщика в суд, выигрываете суд, а у застройщика нет ни денег на счетах, нет никакого-то имущества, есть только 10 тысяч рублей. То есть на эту сумму вы сможете рассчитывать компенсацию. То есть заплатите 15, получите 10. То есть понимаете, какой великий риск. Я лично считаю, что у таких застройщиков должен быть достаточно весомый уставной капитал, должна быть собственность, должна быть информация об этой собственности. Смотрим дальше. Микропредприятия, упрощенная система налоговожения, среднесписочное количество сотрудников. Видим, что в 2022 году у них работало 5 человек. Теперь открываю их сайт. Наша команда, считаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть у них 9 человек, не считая сотрудников. А здесь мы что видим? Всего лишь 5. О чем это говорит? Что кто-то из их суперкоманды работает неофициально. Ну и теперь давайте смотреть еще вот сюда. Смотрите, вот это, например, человек, генеральный директор, руки скрещены. Это что говорит? Это говорит о закрытой позе. Этот улыбается, но он тоже, видите, закрылся от нас. И этот закрылся. Вот такие у них сотрудники. Ну не знаю, это, не знаю, любой маркетолог об этом должен знать. И Боев Антон, как директор по развитию и связям с общественностью, тоже должен знать про эти позы. Что с такими позами? Ну уж точно фотографироваться для такого сайта. Ну не стоит ли? Это ж не домашний твой архив. Ладно, идемте дальше и все внимательно смотреть. Уплаченные налоги и сборы 29 200 рублей. Шикарно. Сумма доходов 104 миллиона, чуть более. И получается расходы 88 миллионов. То есть они заработали 12 копейками 13 миллионов рублей за целый год. Ну как-то на самом деле маловато. Ну это их дело. Заказываем выписку. Вот у нас, друзья, обычная выписка. Здесь, соответственно, что у нас видно? Вот он, гостевой дом. Вот видно, где, соответственно, адрес юридического лица. То есть они находятся в каком-то, скорее всего, бизнес-центре. Это все можно проверить. Здесь мы, соответственно, видим, кто генеральный директор. Уставной капитал 10 тысяч рублей. А я у застройщика запросил договора на строительство. То есть вот мне прислали стандартный шаблон. Смотрим. Значит, заказчик – это, соответственно, вы. Исполнитель, подрядчик – это гостевой дом. Ладно, все хорошо. Начинаем смотреть, о чем здесь договор. То есть здесь из договора, я когда читаю, здесь нет ни о качестве, ни о нормативах, ни о СНИПах, там, ГОСТах, на основании чего они вообще это строят. Ни проектов, ничего. То есть мы смотрим, что подрядчик обязуется, установленный договором срок построить, а заказчик, соответственно, все оплатить. Все. То есть о чем этот договор? Ну, один платит, другой строит. Что строит, вообще непонятно. Стоимость договора, понятно, здесь можно договориться про авансовые платежи. Например, я бы всегда договорился не полностью сумму оплачивать, а работу выполнили, часть работы, я ее принял со своим специалистом, и я ее оплатил. Я это, например, вижу так. Я не готов оплатить застройщику какую-то часть по 20-30% сразу, или больше, или всю сумму сразу, для того, чтобы они, соответственно, начали строить. Но как-то это, по мне, не очень правильно, потому что ты им заплатил деньги, они тебе потом могут и не строить. При этом здесь, сейчас мы дойдем до этого, про санкции вообще ничего не написано. То есть, если они просрочат сроки, никаких пеней, вообще ничего договор не предусматривает. И я считаю, это плохо. Вы, к примеру, взяли это все в ипотеку, полностью, соответственно, банк перевел им деньги, а они там не построили за 100, к примеру, дней, которые прописаны будут в договоре, а построят там за 300 дней. И все, и что? Ну, что ждете вы в три раза дольше, чем должно было быть. Ну и все. И никаких санкций от застройщика нет. Также про качество тоже ничего нет. Вот здесь на сроке есть выполнение работ от и до. Изменение сроков работ производят сторонами в письменной форме. То есть, они, когда будут запаздывать, будут требовать, чтобы вы подписали доп. соглашение. Ну, я надеюсь, если такое есть, или кто-то у них уже заказывал, и они опаздывали со сроками, друзья, вот честно, открыто, просто об этом напишите, чтобы об этом просто знали все. Есть ли у них опоздание со сроками? Нет опоздания. Там же вот есть уже дома, те, которые они там построили практически до конца. Напишите, как вам вообще то, что вы оплатили, соответствует вашему договору, вашим ожиданиям или, соответственно, не соответствует. В порядок исполнения договора мы видим, что кто и чего должен сделать. Здесь видно, что если есть какое-то выявленное повреждение или брак, то в сторону есть три рабочих дня для составления комиссионного акта и исправления этих косяков, недостатков не более 14 рабочих дней. Ну, практически месяц они еще что-то там будут должны исправлять. Также есть нюансы, когда, соответственно, вот что-то им происходит, например, температура ниже минус 15, мы не будем строить скорость ветра и так далее. То есть они, соответственно, не строят, и срок будет, соответственно, увеличиваться. Но вы, соответственно, должны все принять и все оплатить. Так, документы, значит, условия документооборота, ответственности сторон и риск случайной гибели. То есть после того, как вы приняли работу, подписали акт-примопередачу, вся ответственность, соответственно, на вас. Форс-мажоры. Прочие условия. И вот нигде нет о том, о качестве, о том, что они строят по СНИПам, по ГОСТам, в соответствии, там с чем-то, какой-то проект. Все, видим дальше, вот он, адрес, банковские реквизиты, сторон, все. Есть одно приложение к договору, это расчет стоимости работ. Но это, посмотрите, это, знаете, ну это такое, там, дети на коленках рисуют. Устройство фундамента, там, сто рублей, монтаж домокомплекта, сто рублей, устройство внутренних перегородок, сто рублей. Вот, то есть вот все вкратце. Обычная смета выглядит совсем по-другому. Итого по расчету. То есть вот устройство внутренних перегородок. Из чего, как вы это делаете, на основании чего вообще ноль информации. Я просто смотрю, друзья, и офигеваю от того, что дают вот эти уважаемые себя застройщики, которые позиционируют себя, как строят они по финским технологиям. Ну не знаю, откуда они это все взяли. Все, больше, видите, никаких приложений, друзья, здесь нет. И о чем нам это говорит? О том, что они строят, как хотят, и придраться не к чему, потому что ни нормативов, ни проекта, к сожалению, к этому нет. Проект у них выглядит вот таким образом. Вот он называется проект. Что вам предоставляет? Открываем первый попавшийся проект и видим. Это обычные рендеры, на которых видно, как может выглядеть дом, но у вас это не будет так выглядеть. Знаете, почему? А потому что собрать, надо еще окрасить, поставить светильники, поставить окна, поставить двери, сделать отмозг, сделать изделенение, сделать забор, поставить вот это крыльцо, сделать фундамент под крыльцо, поставить велосипед, купить, сделать вентиляцию. Это все стоит, друзья, дополнительных денег. И теперь смотрим сюда внимательно. Вот мы видим, вот это у них проект. Вот он план, где нарисованы окошки, двери, как вы должны расставить мебель, какие-то размеры, и все на этом. В договоре, кстати, даже нигде нет размеров, там, и всего остального. Но я понимаю, потом внесут, что дом, наверное, такой-то, такой-то. Надеюсь, там и площадь будет, но в болванке ничего нет. И вот здесь смотрим. Фундамент плюс домокомплект 3,978. Частовая отделка 12,987. То есть понимаете разницу? Частовая отделка – это когда уже, соответственно, все готово, все сделано. То есть, ну, это дорого реально. Почти 13 миллионов рублей, изначально было 4. То есть представляете, какая разница? То есть если на нет своих строителей, то все будет, соответственно, я полагаю, дешевле вам обойдется. Также смотрите, вот что пишет застройщик. О чем я уже говорил в видео. Строительный вагон с четырьмя кроватями. Если наш 36 тысяч рублей доставка, аренда 7 тысяч рублей в месяц. Но при этом их строители живут в этих же домах. И я посмотрел, зашел там в три дома. Один был в черновой полностью отделке, а в двух других там видно было, что живут строители прямо в них. То есть с вас это берут деньги вот за это, и вот за это, за туалет берут. Но при этом они живут и гадят в ваших домах. Делайте, друзья, выводы. Первый у меня вопрос застройщику, это к обустройству его фундамента. Мы с вами, друзья, видели, что там идет геотекстиль, сверху насыпали песочка, положили утеплитель и прямо на него арматуру. Нормально, все по фэншую, согласно каких-то финских технологий. А откуда они вообще взял этот застройщик такие финские технологии? Фины, между прочим, песок вообще не применяют. Там есть гравий разной фракции и большое количество утеплителя. Минимум 30-40 сантиметров вкладывают. А тут что, 5 сантиметров утеплителя и все? Теплая шведская плита, да? Так давайте назовем. Классный маркетинговый ход. А вы за это платите деньги. И обращу ваше внимание, что я показал, что есть лента, которую отлили для веранды. И когда идешь по ней, я почему заметил, потому что я начал по ней идти, потому что везде, в принципе, грязно, и чувствую вибрацию. Смотрите. Слушайте. То есть вот эта лента вылита прямо на грунту. То есть не видно никакого заглубления. Ну и сами понимаете, если бы это был бы хороший фундамент, была бы вот такая вибрация. Ее бы не было бы. Плита получается. Они залили эту плиту, эту ленточку. И, соответственно, грунт уже просел до такого, что плита ходит. Вернее, это лента ходит. Ну, вот вам такой фундамент. По домам понятно. Вес, конечно, там он весит, наверное, 20-30 тонн. Это дом. Соответственно, там такого не будет. Потому что большая нагрузка давит, соответственно, на этот дом. Но что будет через какое-то время с таким фундаментом? Мне, честно говоря, непонятно. Обязательно берите независимый технадзор, того профессионала, кто будет все смотреть, ездить, проверять. Для того, чтобы на всех этапах вы были полностью уверены в качестве возводимого вашего дома. А сама технология мне симпатизирует. Почему? Потому что это быстро возводимые, друзья, дома. Во-первых, вы возвели дом. Вам там за минимальные деньги, там в районе 4 миллионов рублей, его привезли, смонтировали уже на готовый фундамент, который входит в стоимость этих соответственных услуг. Все. Дальше занимайтесь отделкой. По отделке застройщик, предчисловая отделка, как у многоквартирных домов, то есть это заходишь все беленько и красивенько, надо поклеить обои, положить на полное покрытие, ванну, плитку. То же самое и здесь, но здесь застройщик просит 2 цены. То есть дом стоит 4, а соответственно с чистовой отделкой почти 9. Но это реально, я считаю, переборок. Второй момент по поводу штукатуривания стен. Друзья, во всех панельных домах, где есть панель, они с завода ровные, там есть небольшие совсем раковины, такие мелкие-мелкие-мелкие. Это бетон. И соответственно его просто шпаклюет. Вот сейчас за моей лысой головой стенка по такой же технологии сделанная в шведском доме, она просто отшпаклеванная, я ее сверху покрасил вот такой красивой серой краской. И никто здесь не штукатурит. А почему застройщик говорит, что будет штукатурить? Да потому что это дополнительные деньги. Второй для меня немаловажный момент, это межкомнатные стены. Нафига мне покупать дополнительно камень, блоки эти, блоки эти складывать. При этом при монтаже этих блоков я не видел, что там ездит арматура, какая-то завязка к стене. Такого я не видел. По мне намного проще сделать классические финские стены. Раз у вас финская технология, как Юит, к примеру, делают. Это из гипсокартона. Либо двухслойный гипсокартон, для того, чтобы была жесткость и не было глухого звука, как в барабане с утеплителем, шумоизоляцией в стене. Или, соответственно, как еще делают, выставляют каркас, обшивают его ОСБ, а потом уже сверху гипсокартон. Там очень просто прокладывать любые коммуникации. Трубы, канализацию, электричество. Нет никаких вообще вопросов. Если у вас, соответственно, будет ОСБ, а потом гипсокартон, вы повесите на стену все, что угодно, и все будет шикарно держаться. Потому что ОСБ – это крупные спрессованные опилки. Наподобие ДСП, только очень крупные. Это очень-очень прочные листы. Например, кто-нибудь не знает, что такое ОСБ, просто загуглите, да посмотрите. Вы меня прекрасно поймете. Поэтому смысл вот так переплачивать я, честно говоря, не вижу. Я бы у застройщика сам бы купил себе участок земли, заказал бы у них фундамент, контролировал бы на каждом этапе работу их строителей, чтобы у меня с фундаментом вопросов вообще не было. При этом я говорил, они там делают изыскания, они там грунт будут проверять, бла-бла-бла. Кто там что проверяет? Похуже они делают, знаете, по старинке. Насколько копать? Ну а что, к земле выкопали, песком зафигарили сверху, потом обсыпочку гравием сделал. Типа, гравий есть. Поэтому всегда нужно смотреть, что есть на самом деле. Есть ли вообще этот гравий. Кто-то трамбовал это, не трамбовал. Потому что если придет профессионал, и я полагаю, со спецоборудованием, то там найдется еще масса таких, друзья, нюансов. После этого я бы хотел, чтобы мне приехали, смонтировали полностью дом, потому что я понимаю, что это будет от застройщика, его гарантия. И заделали межпанельные швы. Все, больше мне от них ничего не нужно. Оделку я бы себе сделал, это я бы отшпаклевал стены. Это дешевле, это быстрее. Потом бы их просто окрасил современной водо-мульсионной, акриловой краской. Именно той, которая, например, понравится больше вам. А я, кстати, свои стены красил краской нашего отечественного производства. В Москве производство называется Параде. Параде, как правильно я знаю. Пролатекс 7. Вот такая укрывистая, классная и недорогая краска. Большое ведро стоит 6 копейками. Всю квартиру можно, в принципе, весь дом закрасить двумя-тремя банками, если вообще возьмете базовый белый цвет, полуматовый, и не будете пытаться что-то отколировать. Сделал бы нормально плитку, сделал бы санузлы нормальные, и все, можно уже заезжать и жить. Плюс, соответственно, застройщика есть такая еще штука. Я вот в видео говорил про... Так как кровля, в принципе, прямая, то, соответственно, можно сделать эксплуатируемую кровлю. У него есть только несколько проектов, там, как 3-4, может быть, дом, может быть, чуть больше, на которых это возможно сделать. И он там от 839 тысяч рублей просит там за лесенку и стеклянные там ограждения. Блин, ну я считаю, это дорого. Потому что можно... Ваши же строители, которых вы наймете, они вам сделают так, как это нужно вам. Сделать лестницу из металла, можно ее с улицы сделать, изначально с дома попросить застройщика, чтобы запроектировали. И, соответственно, наверху сделать там, мангальную зону, к примеру, там, зону отдыха. Ну, естественно, все закрыть прозрачным таким заборчиком, для того, чтобы ваши дети и в этом не упали, когда будете отдыхать на этой крыше. Но, соответственно, у эксплуатируемой кровли, так как я посмотрел, у них в проектах есть такие небольшие бортики, понятно, там будет собираться снег. И вот я почему-то на фотографиях у них на вот этих компьютерных рендерах не увидел, что где есть у них там выходы того, чтобы оттуда вылетал снег. То есть там как-то это непродуманно или, может быть, так нормально. В принципе, конечно, я понимаю, что там монолитные перекрытия, и оно там серьезные нагрузки держит, и чтобы столько снега навалило, чтобы это все прокинулось. Это я не знаю, какое количество, но уже такого вообще в природе, наверное, не бывает и никогда и не было. Соответственно, надо еще очень сильно по мне думать по поводу площади дома. Одноэтажный дом это очень комфортно. Вам не нужно бегать там наверх, там вниз бегать. Двухэтажный дом можно сделать его по габаритам чуть меньше, но с той же площади он будет выше, и вы, соответственно, он меньше займет площади на вашем участке, который вы приобрели. Но не забывайте, что лестничный марш, он, соответственно, занимает тоже какое-то место, достаточное даже, я бы сказал бы, место, которое вы будете по минимуму использовать. В основном по нему ходят, и внизу, как правило, что-то складируют, делают какие-то полочки. Есть у европейских архитекторов огромное количество лестничных маршев, где есть и полки, и спальные места, и зоны хранения. То есть очень-очень делают пуму, это все можно посмотреть, и, в принципе, недорого сделать силами своих нанятых рабочих, а не переплатив более чем два раза за цену фундамента и монтажа этого дома стоимостью, соответственно, плит. А также еще у меня есть вопросы к проекту. К примеру, что такое проект? Проект – это не только визуализация этого объекта, как он будет выглядеть, как он должен выглядеть, и, соответственно, внутренние размеры, там, кухня-гостиная 30 квадратных метров, комната по 15, там, бла-бла-бла. А четкий план, где что проходит, чтобы вы знали, где проходит коммуникация, где вход, где выход, и так далее. Вот это тоже должно быть на руках. А знаете, нарисовать там может угодно что. И другой у меня еще вопрос, кто производитель этих плит. Про них застройщик там ничего не говорит. То есть эти плиты он мог купить сам на заводе, вам перепродать и заработать на этом там маржу, там, ну, стопроцентную наценку сделать минимум. Возможно, это так. Возможно, он их делает сам, потому что там картинки, которые представлены, не написано, кто производитель. И нигде застройщик не говорит о том, что да, это мы сами производим, это наши производства. Вот я как раз, когда, помню, снимал в прошлом летом про модульные дома, там действительно ребята сами производят, сами продают, сами их монтируют. А здесь они только занимаются монтажом и отделкой. Далее, соответственно, если взять любую финскую стройку, частную стройку, финскую вообще технологию домостроения, это каркасное домостроение. Их делают панели на заводе, те приезжают и все уже собирают. Вы можете найти огромное количество роликов в той же Финляндии, в других европейских городах. Там строители, это строители. Спецодежда, спецобувь и каска на голове. Здесь же, друзья, их можно назвать просто бомжами, потому что одеты в старой рваной одежде. Ну, застройщик. Вы же говорите, что у вас финская технология. Так, покажите вам этих финских мастеров, которые реально будут там в нормальной одежде. Там русских, на самом деле, там раз я перечелся, бригадир был русский, а остальные все иностранные специалисты. Ну, как на обычном многоквартирном доме. Ну, естественно, с такими специалистами, как мы видели с вами по сварным швам, качество может быть совсем разное. У ЮИТа оно одно, у Финдома оно другое, но по финской технологии. Пишите ваши комментарии, как вам вообще эти проекты, как вам качество, понравилось, что понравилось, а может быть, что-то и не понравилось, а может быть, вы считаете, что так и нормально, что шатается фундамент, и все по финским технологиям. Нужна помощь с недвижимостью. Мои соцсети в описании к этому видео. Напомню, я не только блогер, а руководитель агентства недвижимости. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok